Проводы зимы в селе Касулино Белоярского района Свердловской области обернулись скандалом. Местный житель, увидев, как детей на Масленицу катают в снегоходных санях, сообщил в ГАИ о нарушении правил дорожного движения, за что позже сам был обвинен в политических интригах. Некий Александр Харламов рассказал Екатеринбургскому порталу Е1 об опасном развлечении, свидетелем которого он стал на празднике Масленицы в селе Касулино. Два снегохода разъезжали по дорогам общего пользования, перевозя в санях по 6-7 ребятишек. Почувствовав в этом угрозу для здоровья и жизни детей, он сообщил о происходящем в ГИБДД. Однако, когда патрульный экипаж прибыл в Касулино, ни участников, ни организаторов этого аттракциона они не застали. По данным Е1, устоителем этих покатушек выступил глава Белоярской городской думы, а по совместительству владелец проката снегоходов и квадроциклов Андрей Воробьев. Эту версию поддержал и депутат областного Заксович Слав Вегнер, намеревающийся устроить собственную проверку этого инцидента. Сам Андрей Воробьев подтвердил свою причастность к катанию детей, заявив, что никакой опасности оно не представляло, так как все были трезвые, а дороги в это время были перекрыты пластиковыми конусами. Дети держались за ручки саней и ехали потихонечку. Родители всецело поддерживали это развлечение и сами сажали детей в сад. Воробьев считает, что этот скандал раздут специально в политических целях. По его словам, пожаловавшийся в ГАИ Александр Харламов сам хочет стать депутатом и поэтому пытается всех очернить, чтобы выглядеть молодцом. «Нет, чтобы чем-то помочь, организовать, он просто пришел, снял видео, сфотографировал и ушел. Это все сделано на политическом уровне», сообщает депутат Воробьев. «Людям делаешь добро, а в итоге получаешь свой адрес негатив. Стоит ли в дальнейшем как-то помогать, если тебя так очерняют?» Задается вопросом спикер Думы в интервью Е1. В ГИБДД Свердловской области все же намерены установить организаторы этих покатушек. Ему как минимум светит штраф в размере 1 тысячи рублей за перевозку пассажиров вне салона транспортного средства. Такие же штрафы могут получить и водители снегоходов. Родителей, добровольно посадивших детей в эти сани, можно привлечь за неисполнение обязанностей по содержанию воспитанию несовершеннолетних. За это тоже предусмотрен штраф, добавили в ГИБДД. А автоэксперт Дмитрий Ларионов усматривает в происходящем и состав уголовного преступления. Такого как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По его словам, дети находились в реальной опасности. Они могли перевернуться вместе с санями, могли побиться головами друг об друга. В конце концов, могли попасть под машину, поскольку ограждение улиц не носило официальный характер.